Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Никита Васильевич Никифоров Добрый день! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, про эту международную пресс-конференцию под названием «Олимпийский спорт. Педагогическое наследие Дмитрия Петровича Коркина и роль личности тренера в становлении спортсмена». Сколько было докладов? Сколько было участников? Никита Васильевич, наверное, начнёт. Добрый день! Зам. Министра по спорту Чердонов Семён Сергеевич, проректор СВФ Фёдоров Михаил Прокопьевич и Федерации спортивной борьбы Семён Березин. И докладов у нас было, как я сказал, восемь докладов, и участников было 119 участников. Э, 119. Ага. 119, да? Да. И тема доклада. Именно хотелось бы узнать. Кто начнёт? Давайте я начну. Денис Басов. Значит, у меня была тема доклада «Профессиональная самоактуализация тренера». То есть я рассказывал о проблеме, когда вокруг существует множество направлений подготовки спортсменов, а тренеры часто склоняются только к педагогике, только к технике и тактике. А медицину, физиологию, биомеханику они редко учитывают или не учитывают вовсе. Есть тренеры, которые того придерживаются, есть тренеры, которые нет. И вот такие потрясающие мероприятия, как научные конференции, как круглые столы, которые были проведён, они как раз направлены не только для того, чтобы учёные опытом менялись, но и для того, чтобы тренеры приходили, смотрели, какого рода технологии есть, могли их брать и применять. И с этой точки зрения и круглый стол, когда тренеры могут активно участие в принятии обсуждений, он очень полезен. Спасибо. Виктор Антонович, послужный тренер Белоруссии. Добрый день. Виктор Голида, БГУ. Я хотел бы сказать, что мой доклад был посвящён системе подготовки тренерских кадров на примере Республики Беларусь, на примере Белорусского государственного университета физической культуры, кафедры борьбы, которая исполнила 70 лет, и на примере других учреждений образования, спортивных учреждений Республики Беларусь. Но мы знаем, что каждая система, заслуга каждой системы, которая умеет себя сохранить и которая умеет себя защитить. Но в данном случае в системе подготовки кадров необходимо определить узловые механизмы, необходимо определить существующий системообразующий фактор и многое-многое другое. Особое внимание следует уделить именно подготовке борцов, единоборцев в том плане, что вид спорта неординарен. И действие одного борца зависит, как в любом единоборстве, зависит от действий соперника. Поэтому вот эта лоббильность, вот эти индивидуальные подходы, это особенность. Причём каждый наш регион, вот Республика Саха, это уникальная, конечно, страна. И впервые олимпийский чемпион готовил Дмитрий Петрович. И в данном случае это уникальные результаты. И Дмитрий Абраман, и Павел Пенигин, это олимпийские чемпионы. Это настолько было в какой-то степени неожиданно. И самое главное, что мне только что узнал, что Корнин был учителем русского языка. Да. Насколько. И то есть он нашёл вот этот узловой механизм подготовки спортсменов. Это очень важно. И, собственно, эта тема, она требует отдельного изучения. Спасибо. Спасибо. Сергей Николаевич, Никитин к нам приехал из Санкт-Петербурга, да? Да. Пожалуйста, Ваша тема. В качестве продолжения наследия Дмитрия Петровича Коркина, нами была предложена специфическая подборка средств для процесса технико-тактической подготовки борцов вольного стиля и всех единоборцев. Нами предлагалась методика непривычности, в которой специфические средства были представлены в большем объёме, как не только одно соревновательное упражнение, а это схватка. Для этого нами использовались непривычные условия выполнения и воспринимающие анализаторные системы, которые воспринимают информацию внешней среды для создания условий непривычности. Данная методика хорошо себя зарекомендовала на борцах-самбистах, и мы её рекомендовали на данной конференции, чтобы снова возродить олимпийскую преемственность тех борцов, которых подготовил Дмитрий Петрович Коркин, в нашей сегодняшней подготовке в спортивном центре. Спасибо. Из ваших слов понятно, что спорт, именно покорение вершины Олимпа, не только спортивная подготовка, но и научное сопровождение. И роль психолога здесь очень важна. Обязательно. Да. И вот у нас, после результатов Романа Пенигина, Романа Дмитриева, Павла Пенигина, Александра Иванова, вот уже полвека почти, нету олимпийского призера даже, не только олимпийского чемпиона. Как подготовить именно олимпийского чемпиона? Секрет. Ну, вопрос такой, знаете, очень широкий, и однозначно на него не ответить. Но я думаю, что один из секретов, это создать систему, чтобы все, кто в ней работают, кто отвечает за подготовку спортсменов, чтобы они все взаимодействовали между собой. Если получается, например, что, скажем, работает тренер, он отвечает за все, он пригласил каких-то специалистов, они поработали вместе, дали ему рекомендации, тренер их не принял, то есть формально специалисты отработали, а тренер раз, и говорит, ну, окей, спасибо. Сразу понижает результат. Специалист дает рекомендации, тренер их не выполняет. Он, конечно, может их не выполнять, если посчитать не нужно, но все-таки нужно это обсуждать. И вот когда этого не хватает, этого диалога, этой системы подготовки, этой договоренности, результаты становятся ниже. И поэтому секрет договариваться и взаимодействовать. Это один из вариантов. Планирование очень важно. Не распланировали подготовку, если тренер держит планы в голове, то это говорит о том, что системы нет. А если нет, то каждый раз он может что-то забыть, упустить. А как же индивидуальный подход, когда к каждому спортсмену необходимо записывать, что в этот раз учить с ним, что тренировать. То есть вот такие вот тонкости, которые, казалось бы, простые, они базовые, но их часто упускают. И это приводит к тому, что вроде бы тренер выполняет все, но по факту это результаты не дает. То есть здесь секрет в мелочах. Мелочах, да? Которые в итоге дают результат, да? Да. Допочный результат. Ну и также, если возможно, можно отметить, что в принципе должен появиться такой человек, и я надеюсь, как бы он сейчас уже начинает появляться, как Дмитрий Петрович Коркин. Потому что если как бы был такой человек, были результаты. В чем его уникальность? Уникальность его, что у него была поставлена цель именно готовить, и готовить не только олимпийских чемпионов, а много воспитанников, которые как бы к этому стремились, но дошли почти до олимпийских чемпионов, но не стали ими. Поэтому, то есть, основная цель, как бы, чтобы более широко по республике расширять вольную борьбу. Тут было предложение, чтобы в школу ее ввести. Как отдельный урок, да? Да, как отдельный урок. То есть, кассирожное полагание, да? Да. А Виктор Антонович, что думаете по этому поводу? Ну, что я думаю? Ну, во-первых, нельзя сбрасывать со счета, что на сегодняшний день в республике Саха есть уникальные борцы, которые способны подняться на олимпийскую вершину. Это не секрет. Они могут выступать и за команду России, и за разные страны. Сейчас они есть в разных странах. Мне очень приятно и комфортно я чувствую себя, когда Якутия, республика Саха, их помнит. Их благословляет на эту дорогу, так сказать, олимпийскую. Это очень хорошо. Но здесь единственное, конечно, то, что сказали коллеги, конечно, тут надо, это не так просто подготовить олимпийского призера или чемпиона. Это очень непросто. Вы понимаете, во-первых, ну, очень большая конкуренция. Очень большая. Сейчас в вольной борьбе, если бы мы раньше доминировали 3-4 страны, 5, то сейчас тут маленькие страны, за которыми могут выступать и спортсмены бывшего Советского Союза. И дагестанцы, и осетины, и якуты, и так далее. И вот они, эта конкуренция возросла в разы. И, конечно, пройти это все не так просто. Уровень мировой борьбы, да? А вообще, конечно, я согласен, что надо находить по этому вот и узловой содержанию, надо модель создавать. Коркин, я убежден в том, что он смоделировал ситуацию подготовки. Он создавал свою модель, как Сан Саныч Новиков, известные наши ученые, он говорит, без модели, модель должна подчиняться закону еще. Если она подчинится к этому закону, реальной действительности, можно создавать модель. Коркин был способен на это. Сейчас тоже тренеры есть, которые, кстати, в Республике Саха есть такие тренеры. Я думаю, что будущее за вами. Спасибо. Василий Васильевич, ваше мнение, итоги пресс-конференции, что нового узнали? Ну, на конференции в частности мы обсуждали вопросы о сопряжении технической подготовки, физической подготовки, специалисты подготовки тоже самое, да? И уделение внимания горной подготовки спортсменов тоже очень важно, допустим, потому что мы в Якутии, мы немного отдаленно живем, допустим, от основной части, допустим, России и мира, допустим, по подготовке, да? С другой стороны, здесь есть такой момент, когда нужно говорить, что мы не должны отчаиваться, мы, ребята, хорошо выступают, потому что выступать наравне с ребятами, которые родились и живут, и там же проживают, и там же тренируются на высовой горе, это уже победа. Поэтому здесь и самое главное в психологии, это не надо ставить такие цели, прямо победить, а нужно это все реализовать в процессе самой подготовки, той же технической, той же физической подготовки, тогда появится уверенность. Спасибо. Наш блог заканчивается, да? Спасибо, что пришли. Желаю удачи. Спасибо. Спасибо. Сидин Джапович Максаров, Криналурор, он на народ, Тариканакла, Стаспор, Мастера, Алексей Сергеевич, Боровицкий, Криналурор. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда вы переехали из Бурятии? Восьмого. Восьмого уже? Восьмого октября уже переехали, да? Сегодня из-за погодных условий некоторые рейсы задержались, поэтому мы хотели еще пригласить Сата Апана, еще из Гаджи Алиева из Аджебайджана, да? Но сейчас именно русскоговорящих, да? Гостей очень мало. Из Японии приехали, да? И вот спасибо, что согласились принять участие в нашей передаче, да? Так, Сыбик, Сыдин Дажапович, сколько борцов прилетели из Бурятии? И в каких весовых категориях будете участвовать? У нас, в общем, команда 14 человек составили, 12 спортсменов, 2 тренера. И у нас по сборной команде все основные. Основные все приехали, да? Все приехали, кроме 79 Сабидаев не приехали. А, Сабидаев, а что с ним? Ну, по семейным обстоятельствам не получилось, да. Тогда все Александр Богомоев, Евгений Жирбаев, Алексей Буравицкий, Булат Батуев, Даша Шара Степанова, Балдан Цежипов, Кормаев, Тамир, Балжиньмаев, Алдар. Все-все лучшие, да? Все-все лучшие, да. И Жаргал Дамдинов. Так, золотых медалей рассчитываете? Потому что бурятские борцы не раз здесь побеждали. В прошлом году двое, да, победили. Евгений Жирбаев даже со Сланой Романовой выиграл. Ага. Ну, борьба покажет, сколько медалей завоем и золотые медали. Ну, борьба завтра, послезавтра. Настрой боевой, да? Настрой боевой, да. Ага. Мы знаем, что Александр Богомоев и Евгений Жирбаев трижды побеждали, да? Трижды побеждали. Это чуть меньше, чем у Виктора Рассадина, у которого четыре победы. И я думаю, Жирбаев трижды участвовал и трижды побеждал, да? Вроде. Не скажу. Как точно не скажу. Они являются вашими рекордсменами, да? Рекордсменами, да? Рекордсменами. И как идет подготовка, да, к чемпионату России? Потому что ходят слухи, да, что следующий чемпионат России пройдет в Лан-Удэде. Да. Ага. В двадцатом году в Лан-Удэде проводится чемпионат России. Пока предварительно в феврале месяц. В феврале уже, да? Получается, уже несколько месяцев осталось, да? Ну, информация это как бы потом конкретно уточняться и ясно будет, когда будет. Ага. Хорошо. И вообще после этого, да, после этого турнира куда поддержите? Какие соревнования будете участвовать? плановые у нас Аланы декабря, 5 декабря там отборочные на Ирегинский. Ну, и сейчас Шахтерская слава Кемерову, да. Грозным будет Махмана Кадырова. На Кадыровском тоже участвуете, да? Да, и в этом. Всем составом? Нет. Там уже тренеры приедем, там смотреть будем, кто поедет после Корпетского турнира. Вы каждый год приезжаете на наш турнир и как оцените вот уровень турнира? Ну, навсегда на высоком турнире, ну, высоком уровне проходит Коркинский турнир в Якутии, вообще соревнования. Не зря вот такие чемпионаты России проводятся, Кубок мира, высокие старты все. Любим приезжать сюда, Якутия. Много, ну, Олимпийские чемпионы есть. Вот. И в этом году состав очень сильный, да, как в прошлом году, да, там у нас будут чемпионы мира, прошлогодние два чемпиона мира, да, Евлис Бонне из Кубы, Гаджи Алиев, да, которые в прошлом году завоевали золотые медали, и вообще состав по каждому, в каждом весе есть титлованные спортсмены, и сильнейшие борцы из Сибири, России, приеду, и Азербайджан, еще очень хорошая команда, с Кубы, да, так, Алексей, Алексей, тебе вопрос, сколько раз боролся на нашем турнире, на Коккинском турнире? Три раза боролся. Три раза, да, и как выступал? Призером был только. Один раз, да? Это когда было? В прошлом году было. В прошлом году, да? И в каком весе в этом году участвуешь? В этом году приехал в новом весе 70 килограмм. 70, да? Раньше ты боролся 65, да? 65, да. А, 70. И какие вот задачи перед собой ставишь? Выиграть, конечно. Выиграть, да? Всегда самые большие задачи нужно перед собой ставить. А так, вес для меня новый, и здесь пробороться хочу просто. И тогда получается на чемпионате России будешь на 70, да? Да, на 70. Уже окончательно перешел? Все окончательно. Ага. И основные твои соперники? Кого считаешь? Ну, я так не выделяю, не люблю выделять борцов основных. На всех настраиваюсь одинаково, со всеми бороться. Нужно, можно. Ага. В этом году вы приезжали в Нирингри, да? На чемпионат Дальнего Востока. Отныне мы уже в один регион, да, как считаемся, да? Там, Забайкальский край, Бурятия. Бурятия перешли на Дальний Восток, да? Субейк Дальнего Востока. Да, да, да. Ага. И отныне среди взрослых, среди молодежи, среди юношей первенство чемпионата вместе проводится. И в этом году вы очень много медалей завоевали, да? Заняли первое в Шахамянное место. И Алексей там удивил, да? Сотворил главную сенсацию, выиграл своего именитого земляка Евгения Жербаева, да? Сколько раз с Жербаевым боролись? Ну, два раза боролись. Один раз он меня выиграл, и вот один раз я выиграл. Ага. И тогда получается уже вместе на 70 килограммов будете участвовать, да? Да. Сейчас может третья схватка наше произойти. И тогда настрой боевой, да? Скоро у вас в Улан-Удэ пройдет чемпионат России, да? Тогда уже на 70 уже можно рассчитывать даже на золото, да? Уже дома уже и стены помогают. Да, и стены помогают, и будем готовиться. Сами спортсмены настроены на высоком уровне. Хорошо. Многих удивило, что вот Александр Богомоев решил участвовать в весе 61, да? Некоторые думали, что он перейдет на 60, олимпийский вес 65, да? Как у него с весом? Рабочий вес какой? Ну, 66 килограмм. 66, да? А на чемпионате России многим, наверное, интересно, он будет выступать в олимпийском весе 57 или 61, не олимпийском? Ну, пока секрет. Пока секрет, да? Да, не будем раскрывать. Мы ближе к чемпионату. Потому что мы гадаем, на кого нацелена Буретия, да? Обычно же проводятся с целью отправить на Олимпиаду, да? Берут перед Олимпийским чемпионатом России, да? Ну, у нас чемпионат России уже с какого-то, с 91-го года. Не проводился? Не проводился. И надо, чтобы популяризовать борьбу и развитие вольной борьбы в России и регионах. Проводят чемпионаты страны. И наши ребята, все ведущие готовы выиграть и попасть в сборную команду, в олимпийскую сборную команду. И еще надо добавить, в следующем году пройдет чемпионат мира, да? По неолимпийским видам. Да. По неолимпийским категориям. Категориям. Да. Четыре весовых категории будет. 61, 70, 79 и 92. Там тоже именно будут определяться именно участники на чемпионате России, да? Да. Так, поэтому Алексей, Евгений тоже попытаются попасть в сборную России. Ага. И какие впечатления от Якутска? У нас вот вчера выпал первый снег, а в Брятии как погода? Вчера тоже снег упал. А, да, то же самое, да? Ну, вы же Дальний Восток. Ну, у нас одинаково сейчас погода. Ага. Ну, когда мы сюда прилетели, там чуть-чуть теплее было, 14 градусов. Угу. Так, и насколько в вашем, да, в вашей республике вот поддерживается вольная борьба, да, федерация борьбы, как работает? Очень интересно об этом узнать. Кто возглавляет сейчас федерацию? Ну, президент федерации Сергей Жилсанович Самбалов. Угу. И так. Брятия вольная борьба. Ну, как опорный вид спорта на первом месте. Угу. Спорт номер один, да? Ну, спорт номер один, ну, развивается. Угу. И сколько вот средств влаживается именно в этот спорт? Ну, вот на проезд, на питание, на витаминизацию, на премиальные? Ну, выделяется, но хотелось бы еще больше. Угу. Ну, от от результата все зависит. А, от результата. Например, вот выиграл, вот бурятский спортсмен выиграл чемпионат России, да? Сколько ему положено по регламенту? По регламенту 500 тысяч. 500 тысяч, да? А, ага. Призером? Ну, там спонсоры дают. А, спонсоры, да? Ну, призером там такого нету рекламента. Ага. И старший тренер среди юношей, среди юниоров у вас кто сейчас? Старший тренер по юношам Нема, Немаев. Ага. И по юниорам Бояр Циринов. Бояр Циринов. То есть получается действующие, да, у вас? Действующие. Действующие борцы. Вы тоже боретесь же иногда? Нет, я в мотонациональной борьбе борюсь. Вольной не был. А вот, позапрошлом вы в этом же участвовали, в Кубке Европейских наций? Ну, когда я тогда еще боролся, действующим спортсменом был. После Кубка Европейских наций уже завершил. Ага. Вот Бояр Циринов до сих пор же борется, да? Он уже который год, да, работает? Да, который третий год работает и борется, спортсмен. В этом году он приехал? Нет. У нас там по юниорам до 21 года. Ага. Борису Будаеву турнир, и он ответственный готовится. Так, мы знаем, что у вас национальная борьба, да, как называется? Буха Барилдан. Буха Барилдан. Очень там популярные, да, чемпионы. Именно там разыгрываются машины, там многомиллионные призы, да? Сколько год соревнований проходит именно из пуканского уровня? 30 соревнований. 30 соревнований, да? Каждый месяц по одной. По два, вот так где, по районам. И призы всегда такие, да, именно дорогие призы, да, или именно определенные соревнования? Ну, определенные соревнования большие призы, а так нормальные. Всегда поддерживают, да. спасибо. Напомним, что сегодня к нам в студию пришли мастера спорта международного класса, да? Ирина? Да. Сыбик Максаров, призер чемпионата России и участник корпинского турнира, бронзовый призер корпинского турнира Алексей Сергеевич Боровицкий. Спасибо за участие. Мы переходим к следующему блоку. сейчас у нас гости придут спортивные журналисты. Никуда не переключаемся, встретимся после рекламы. Субтитры субтитры. Субтитры делал DimaTorzok В этом году мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...